ПЕСНЯ Коллективу жестового пения 6 лет. За это время уровень их мастерства значительно вырос. Когда они вышли впервые на ту маленькую сцену, вы бы видели их состояние. Пот тек по спине, ручки дрожали, все краснели, зеленели. Сегодня совершенно другая история. Они привезли сюда своих родственников из Перми, из Кунгурского района. Нам вообще хочется, чтобы район-то как смелее к нам присоединялся, благо есть тут пространство. И все слабослышащие, чтобы объединились в некую ассоциацию, которая может тоже себя показывать. Одну песню исполняют и с помощью голоса, и с помощью рук. Такое единство на сцене волнует зрителей, которые велят выступление впервые. Я работаю лор-врачом и непосредственно связана с этими пациентами. Я знаю, что такое у них жизнь. Я знаю, что значит быть без слуха. И поэтому низкий поклон организаторам этого концерта за то, что они предоставили такую возможность и такие яркие впечатления, которые не забудешь на долгое время. Низкий поклон. Уникальный в нашем городе ансамбль «Поющие руки» состоит из шести участников. Трое слабослышащих и трое полностью глухие. Обучить жестовому пению задача непростая. Очень сложно, тяжело, да. Особенно глухим, которые не слышат музыку. Их нужно всегда обучить, научить, объяснить все это. Каждый жест. Очень тяжело им. Совсем не слышат. Только чувствуют вот вибрацию. Работа со слабослышащими людьми, по мнению некоторых зрителей, не должна ограничиваться только концертами. Вы понимаете, люди, которые обделенные чем-то в нашем обществе, да, они все равно должны привлекать как можно больше внимания. И поэтому желательно, конечно, не только такие мероприятия в качестве концертов, желательно организовывать какие-то встречи, допустим, да, вечера, чтобы люди понимали, что они не едины в этом мире, что о них заботятся, что им уделяют должное внимание. Продолжение следует...